Сегодня в Балашихе начала работать призывная комиссия. Срочники проходили медосмотр и общались с представителями военкомата. Как оказалось, некоторые идти служить даже рады. Однако есть и уклонисты, ведется их поиск. О том, что же все-таки влечет новобранцев в армию, расскажет Владислав Момот. Годен или нет? Это главный вопрос при прохождении медицинской комиссии. Проверка очень тщательная. Даже самое небольшое отклонение должно быть зафиксировано еще здесь, в кабинете врача. Прямо смотри перед собой, не запрокидывай голову. Это первый этап. Затем начинает работать призывная комиссия. В ее составе врачи, сотрудники военкомата, управление внутренних дел, представители администрации. С желанием уйдете или сомнения какие-то есть? С огромным желанием и положительными эмоциями. Реутовчанин Сергей Гилко будет служить в одном из подразделений элитного президентского полка. Говорит, в армию хотел попасть с самого детства. Тем более так и будущее можно себе обеспечить. Он предоставляет различные льготы, например, при поступлении в университет. Также я могу работать на госслужбе после службы в армии. То есть это налоговая, полиция и всевозможные эти государственные организации. Таких, как Сергей, не так много, как хотелось бы. По-прежнему есть так называемые уклонисты. Найти и привести их задача городской полиции. В обязанности полиции входит в первую очередь установление местонахождения лиц, которые скрываются от призыва на военную службу. В последнее время трудностей гораздо меньше, скажем так, чем, как это было, допустим, лет 5-8 назад, когда служить желания у призывников было гораздо меньше. Борьба с уклонистами ведется прежде всего на законодательном уровне. С будущего года в отношении них вступят в действие самые жесткие меры. Все уклонисты, которые каким-либо образом до 27 лет пробегали, проходили, в военком будет ставить штамп военный билет о том, что он уклонист. С этой черной меткой молодой человек не сможет устроиться на работу. Такая перспектива для многих станет важным аргументом изменить свое отношение к воинской обязанности, надеются военкомате. Срок срочной службы остается неизменным – 12 месяцев. Кроме этого, сохраняется ежемесячное денежное довольствие. Солдат-срочник будет получать 2000 рублей. Владислав Момот, Артем Удников для РТВ